Всем привет, с вами снова я, Мастер Чу, и сегодня у нас вторая часть ответов на самые популярные вопросы по игре Ragnarok M Eternal Love. Кто не смотрел первую часть, обязательно залезьте в плейлисты на моем канале и посмотрите предыдущую часть, также она будет в самом конце ролика. Поехали! Это ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, которые пишут мне, во-первых, в личку, во-вторых, в дискорде, и, конечно же, те самые вопросы, которые не хотелось бы каким-либо образом включать в отдельный гайд, просто ответы на вопросы и полезная информация по игре, которая может вам помочь. Итак, хотелось бы рассказать о типах квеста, которые вы можете взять на локациях. Первый квест, и это красный вот такой вот восклицательный знак, к сожалению, у меня их здесь нету, но это очень правильно, потому что я их выполняю в первую очередь, чего и вам крайне советую. То есть, красный восклицательный знак, это самые главные квесты, их еще называют Main Story Quest. Это те самые квесты, которые вы должны проходить в первую очередь из-за того, что они дают очень большое количество экспириенса, то есть, опыта вашему персонажу, также дает достаточно большое количество зений, то есть, основной валюты, которая здесь очень сильно имеет важное значение, ну и, конечно же, которая открывает основные фичи в игре, такие, как переход в другие локации, возможность заточки предметов и все, что с этим связано. Второй тип предметов, это, второй тип квестов, точнее, это синие квесты. Вот так они выглядят, как вы сейчас видите на карте. Это дейли различные квесты. Приоритет на них стоит уделять сразу же после красных квестов, то есть, они будут давать вам достаточно хороший эксп и, возможно, различные айтем-награды, то есть, различные предметы и темчики, и все, что с этим связано. И зеленые, это так называемые сайд-квесты. Вот вы видите сейчас зеленые эти квестики, тоже рядом с этими синими есть. Они не дают сверх каких-то крутых наград, но, тем не менее, они дают какие-то дополнительные фьючерсы, дают дополнительные скиллы и все, что с этим связано. Синие и зеленые квесты выполняйте только после того, как только все ваши красные квесты в игре будут выполнены. Далее, всем, кто уже вступил в какие-либо кланы или гильдии, вот здесь они называются гильдии, могу сказать одну очень важную вещь. Обязательно заходите в Enter Hall, это относится как к моим ребятам, которые уже у меня в гильдии, так и абсолютно любым другим. Как только вы зайдете в гильд-холл, у вас будет возможность выполнить некие квесты. Квестов будет не сильно много, именно квестов запомните, не каких-то вот этих вот дополнительных значков, которые есть на карте, а вот приблизительно здесь у вас будет доступен новый квест. Как только вы его выполните, для вас откроется абсолютно новая система рун. Что за система рун есть в этой игре? Сейчас я вам постараюсь показать. У вас появится после прохождения данного квеста Acer Monument. Если вы играли в Path of Exile, то вы сейчас немножко прикольтесь, когда увидите, что будет на экране. Да, это рунная, собственно, система, приблизительно такая же, как есть в Path of Exile. Дает не настолько сильно много, но тем не менее, например, мне, здесь есть просто, ну, сверхкрутейшие такие бонусы, к примеру, увеличенная атака. Это во-первых, конечно же. Во-вторых, кроме здесь увеличенной атаки, есть просто, ну, невероятнейшие вещи, как увеличение шанса крита, которое вы чаще всего просто-напросто не сможете получить с каких-либо предметов. Под каждый вот этот вот предметик, да, вам необходимо будет отфармить вот эти вот монетки, скажем так, да. У меня их сейчас 4 тысячи. И необходимы будут вот такие вот знаки. Добываются эти знаки достаточно сложно. И, скорее всего, в следующем видосе я сделаю большой гайд по гильдии. Это будет необходимо как для меня, так и для тех, кто каким-либо образом состоит в гильдии, либо хочет создать эту гильду. Где достаются эти знаки, расскажу вам в следующих видосах. Но, тем не менее, вот эти вот поинты вкладывайте крайне обязательно. Они реально дают очень много. К примеру, когда я накоплю 4 вот этих значка, то я смогу выучить 5% дополнительного усиления в хайде. Это очень круто. И я буду продвигаться в этом направлении. Таких вот проходных, которые требуют вот эти вот монеты, не сильно много. То есть, в теории, я могу начать развиваться в другую сторону. То есть, сейчас вот этих знаков у меня более чем достаточно. А вот этих знаков, к сожалению, у меня не хватает. Запомните, в этой игре также еще одну из наиболее важных истин. Люди спрашивают, куда тратить зени. Куда тратить вот эту вот валюту. И здесь два самых главных ответа. На самом деле, вся игра построена на улучшение вашего персонажа. Будь то шмот, будь то различные усиления, таланты, скиллы. Все, что с этим связано. И именно шмот, в первую очередь, затрачивает ваши деньги. Затрачивает ваши ресурсы. Поэтому, в первую очередь, как только у вас появляется то или иное количество зени, либо вы его отфармливаете, обязательно тратьте его на усиление ваших предметов. Усилять предметы можно несколькими способами. Сейчас я более подробно вам о них расскажу. Первый способ называется Enchance. То есть, ну, грубо говоря, Enhance, точнее. Это небольшое усиление. Вы можете улучшать его незначительно. В зависимости от того, какой у вас сейчас левел, вы можете увеличить на такое количество раз ваш предмет. Причем, этот Enhance, он передается с одного вашего предмета на другой, если вы вдруг меняете один предмет на другой. Далее. Если у вас имеется оружие или любые другие предметы, вы также можете его заточить. Для заточки необходимы специальные предметы. И это более подробно нужно будет сделать, если вы подойдете к кузнице. По сюжету вы пройдете этот гайд. Также, кроме всего прочего, у предмета имеются несколько стадий его улучшения. Так называемый Equipment Upgrade. Как его получить? Если на вашем предмете имеется, когда вы на него наводитесь, вот такая вот стрелочка, то вы можете на нее нажать и посмотреть до следующей ступени, какое количество ресурсов вам нужно будет. То есть, к примеру, сейчас у меня данный предмет на Equipment Upgrade первой стадии. И я получаю перманентно плюс 30 к атаке. Как только я улучшу этот предмет до второй стадии, мне еще сверху накинут 55. На третий еще 30 и дополнительный шанс крита 5. Ну и на последней стадии данный предмет Katar of Quaking превращается в другой предмет, который называется Агент Катар. Ну и, собственно, этот вы Агент Катар, когда будете с ним бегать, у вас будет повышаться крит демэдж на 10%. То есть, вы можете улучшать через Enhance еще раз. Вы можете, как сейчас видите, у меня заточка плюс 4 затачивать данные предметы в городе через кузнеца. Ну и, собственно, вы можете их улучшать. Если вы видите, что ваших реагентов нету, но, к примеру, вы накопили большое количество зеней, вы можете нажать на кнопочку Quick Buy. И вам предоставится вот эта вот информация, что вы можете купить за определенную цену эти предметы сразу же с аукциона. Даже вам бегать никуда не нужно будет. То есть, к примеру, сейчас мне для того, чтобы улучшить данный предмет на следующий левел, необходимо 644 520 зеней. Это очень дорого, но, тем не менее, это очень качественный и хороший буст. В первую очередь, улучшайте, если у вас имеются предметы именно через Enhance. Предметы такие, как оружие, предметы такие, как бижутерия. Потому что, в первую очередь, они дают вам атаку. Не забывайте, конечно же, и про те предметы, которые дают вам Defens. Это, то есть, основной предмет, имеется в виду ваше тело, нагрудник плюс плащ. Он дает вам Defens и ботинки. Также дает вам Offhand некоторые дополнительные характеристики по Defens. Остальные же предметы чаще всего дают вам некий MDF. То есть, вот эти вот предметы, которые расположены справа, чаще всего они дают вам MDF. То есть, это один из самых главных путей, куда вы можете тратить ваши зени. И, конечно же, не забывайте про приручение новых питомцев. На это тоже стоит тратить зени, потому что они в скором времени начнут приносить вам дополнительный доход. Если вы еще до сих пор не посмотрели гайд по питомцам, я также вам настоятельно рекомендую глянуть его. Он есть на моем канале. И проще всего его также найти, посмотрев плейлисте. Ну, либо просто посмотреть видео, которое выходило вчера. Также постараюсь рассказать вам сейчас о нескольких способах фарма. Первый способ фарма. Вы просто-напросто будете убивать мобов. Второй способ фарма. Вы будете крафтить что-нибудь и продавать эту экипировку на аукцион. Некоторые предметы на аукционе доходят по цене до 15-20 миллионов зени. Поэтому это достаточно выгодная фишка. Также один из очень крутых вариантов создать себе дополнительно твина. И чтобы этот твин у вас что-то тоже выфармливал. Потому что на твине будет дополнительный вот этот вот комбат тайм, который вы сможете достаточно хорошо использовать. Хотя бы просто отправлять питомцев. Это будет дополнительно вам приносить доход. Также вы можете выполнять различные дейли-квесты. То есть на самом деле стоять просто-напросто в какой-нибудь локации чаще всего бывает тупо. То есть выполнять дейлики здесь в этой игре это все-таки выгодное такое занятие. Также вы можете охотиться дополнительно на MVP мини-боссов. Пытаясь достать с них лут. Этот лут вы можете использовать как сами для себя, так и продать на аукционе. То есть чаще всего вот эти вот предметики, которые вы видите, вы можете их продать. К примеру, вот такого типа броню, по-моему, только без дополнительных статов. С одним только виталити я выбил и успешно продал на аукционе. Благодаря чему в свое время и смог создать гильдию. Потому что у меня почти что не было зени. Далее. Есть второй тип фарма в этой игре и это пассивный фарм. То есть одно из самых крутых пассивных фармов, насколько я вам уже это объяснял, это пет-фарм. Именно благодаря питомцам вы пассивно получаете определенное количество зени. То есть предметы, потом выставляете их на аукцион. Ну и собственно все у вас круто. Также дополнительный бонус, если вы будете проходить рифты, тайм-рифты. Моментально благодаря вашим вот этим вот предметчикам, адвенчур-митболам. Также имеется еще такая неплохая вещь, как лаки-шоп. Но об этом в следующем ролике чуть более подробно. И имеется еще интересная вещь, что вы можете дополнительно через вип-кэш-шоп закупаться и также продавать эти предметы. Но это донатная все-таки фишка и я не вижу сейчас пока что смысла вам о ней более подробно разговаривать. Вам о ней более подробно рассказывать. Также было достаточно большое количество вопросов по поводу статов. Что такое STR, AG, WIT, INT, DEX и LAC. На самом деле самое простое, что можно сделать, это попробовать плюсануть тот или иной стат и посмотреть, что конкретно он будет вам давать. Но если вкратце, если убрать вот эту вот информацию, да, то вы видите здесь вот под восклицательным знаком, что это вам будет давать. Соответственно, сила будет повышать вашу атаку и атаку в мили. Агила будет повышать вашу атак-спид, то есть скорость атаки. Фли, насколько я понял, я долго пытался перевести, это что-то типа скорости бега. Виталити будет повышать ваше максимальное хп, хп-регенерацию, то есть восстановление вашего здоровья и, соответственно, защиту. Интеллект повышает м-атаку, м-деф, максимальное количество вашей маны и восстановление вашей маны. Декстерити, то есть декс, будет повышать вашу атаку, хит, то есть это, насколько я понимаю, меткость и скорость произносения каста. Декс, как здесь даже прописано, в основном интересен будет для дальников, то есть для персонажей, у которых дальняя атака. Лак, соответственно, это удача, в переводе повышает ваш крит, то есть крит урон. Лак, это, собственно, повышение шанса крита, защита от этого крита, ну и повышение различного хитрейта. Несколько, также дополнительно несколько моментов, как вы можете усилить вашего персонажа. Первый, самый простой способ, это прокачка, то есть левелап. Когда вы прокачиваете ваш базовый левел, это будет давать вам дополнительные поинты, которые вы будете вкидывать вот сюда. Второй тип улучшения вашего персонажа, это улучшение его экипировки. О трех способах улучшения вашей экипировки я рассказал, это уже имеющаяся экипировка. Также можно выбивать новые предметы, чуть более качественные, с более крутыми вот этими вот аффиксами, с более крутыми различными статами и все, что с этим связано. Следующий способ усиления вашего персонажа, это дополнительная химия. Что подразумевается под химией? В игре огромнейшее количество различных потов, различных усилений, еды и все же с этим связано. К примеру, вид милл эй, который у меня сейчас имеется в инвентаре, он дает дополнительно виталити плюс 5, повышает ваше хп на 500 на 30 минут. И вот таких вот различных всяких ништяков, различной еды и алхимии в игре более чем достаточно. Следующий способ усиления, о котором я рассказал, это гильдейский. То есть, как раз таки через вот это Айисер, монумент, улучшение вашего персонажа, конкретно влияющего на статы. И самая очень важная вещь, это карты. Те, кто играли в Рагнарог в компьютерную версию, должны точно знать, что же такое карты. Карты дают вам дополнительные статы. И в игре их превеликое множество. Более того, карты имеют несколько различных фишек. Карту вы можете задепозитить, то есть оставить ее в вашем журнале. К примеру, сейчас все почти что карты у меня именно вкинуты в депозит. И вы видите в случае депозита, какие статы они вам будут давать. И есть вторая особенность этих карт, если вы ее будете не просто депозитить, а вкладывать в ваше оружие, либо в шмот. Сейчас вы, к примеру, можете заметить, что вот в этом катару в Куакинг, в моей пушке, стоит хоть и хреновенький, но карта. Магнолия карта, с каждой автоатаки я имею 5% шанс на восстановление 30 поинтов СП. СП это имеется ввиду в данной игре мана. То есть то, на что тратится ваше, как раз таки, то благодаря чему вы юзаете скиллы. Вот скажем так. Дополнительно, в данной игре нет возможности трейдить. То есть вы не можете подбежать к какому-нибудь Пете или Квасе и начать с ним трейдиться. Единственный способ что-либо сбыть, либо купить в этой игре, это как раз таки вот этот самый аукцион. В нем также было рассказано в предыдущем видео. То есть вы, выставляя сюда предмет, не сможете кому-то специально его толкнуть. Потому что игроки будут видеть сразу же весь список, предложенный на аукционе. Дополнительно, единственный способ, как вы можете что-то передать, вы можете передать от одного своего персонажа другому своему персонажу. Через Storage, через хранилище. Ну и еще одна из очень важных вещей. Люди начали спрашивать, откуда у меня такой вот сетик. То есть по факту все, что вот это вы видите, да, вот все вот эти предметы, это сет. Advanced Add in Team Browser, Code, Monto, Shoes, Niklays. То есть ну все, что с этим связано. Все данные предметы даются за менторство, то есть за наставничество. Вы можете в игре найти какого-либо наставника 85 плюс левела. На самом деле система даже вам предложит выбрать его и стать его, скажем так, подаванным. Сейчас у меня наставник 91 левела, к сожалению он в оффлайне. Но как раз таки за наставничество вы получите коробочку. И наставник в свою очередь тоже будет получать за вас бонусы. Сейчас вы видите, какие бонусы можно получить на 20 левеле, на 30, на 40, на 50. Затем на 60, на 70 и на 85. На 85 вы сами получаете вот такую вот шапку и получаете возможность стать чьим-либо наставником. Конечно же, когда я докачаюсь, то я постараюсь брать себе как можно больше учеников. Не знаю пока что есть ограничения или нет. Но в ближайших роликах, как только я смогу докачаться до этого левела, я обязательно вам расскажу. Вот такие вот ответы вкратце на интересующие вас вопросы. Взяты они, подчеркнуты в основном из вопросов, которые мне задают в игре и в дискорде. Если вам нравятся эти ролики, если они вам заходят именно с ответами на какие-то интересующие вас вопросы, обязательно оставляйте вопросы в комментариях. Пишите, что конкретно вас интересует, какая тема. И еще раз повторю, ребят, по билдам. Билды ищите в интернете. Билдов невероятное количество и огромнейшее количество ресурсов, которые предоставляют информацию по билдостроению в Рагнароке. Я лишь постараюсь как-то, не знаю, возможно, кидать вам какие-то ссылки в комментариях, если у вас будет прям какой-то прямой вопрос по определенному билду, по определенному чару. С вами был я, Мастер Чу. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok